Всем привет! Занялся я тут намедни тестированием КМОП-переключателей или аналоговых ключей, как их еще называют. То есть это небольшие микросхемки, выполненные по КМОП-технологии, и они умеют коммутировать аналоговые сигналы. Так вот, я решил проверить, насколько такие ключи качественные в плане нелинейных искажений. То есть можно ли ими заменить обычное электромагнитное реле сигнальное. То есть я в своих устройствах часто применяю такие вот малосигнальные реле и они, скажем так, совершенно прозрачны для звука. И вот целью моего небольшого такого исследования было выяснить, есть ли такие переключатели КМОП, которые могут заменить это реле. Для теста я тут собрал некоторое количество таких моделей, таких переключателей. То есть среди них есть вот такие вот компактненькие маленькие микросхемки, есть довольно крупные в СОИКе ключи, есть вот такая вот самая, наверное, широко применяемая CD4066 микросхема. Подробнее обо всем этом исследовании можно прочитать, в принципе, в моей статье, которую я написал на сайт. В этом видеоролике я хочу показать один небольшой фокус. Для теста я использовал вот такую вот платку, на которой собран небольшой каскад из двух операционных усилителей, между которыми включается исследуемый ключ. То есть входной сигнал подается на операционный усилитель, который включен в режим повторителя. Дальше на выходе этого ключа стоит переменный резистор, который позволяет ослаблять сигнал до необходимого уровня. То есть я тестировал при разных уровнях входного напряжения. После этого сигнал идет на вот этот вот картридж, который сюда вставляется, в котором PINE ключ. Эти картриджи можно менять, то есть сама платформа остается постоянно, а вот эти ключи можно менять. С выхода этого ключа сигнал идет на второй операционный усилитель, который я включил в режим усилителя. То есть он позволяет сигнал немножко усилить, ну как немножко, до десяти раз. И дальше идет на выход и тестируется, точнее сигнал подается на звуковую карту для снятия спектра. То есть там можно снять спектр и посчитать коэффициент нелинейных искажений. Во второй половине этой платы собран блок питания, который из входных плюс-минус 12 вольт, от которых запитаны вот эти два операционника, делает плюс-минус питание для ключа, потому что, по-моему, ни один ключ не умеет работать от плюс-минус 12 вольт, насколько я помню. Самое большое напряжение питания это вот у CD4066 и HEF вот это 4053B. У них плюс-минус 9, по-моему, под этажей-то максимальная, ну или 18 вольт, если мы попадаем от нуля. Так вот эти стабилизаторы позволяют понизить напряжение с помощью вот этих вот подстроечных резисторов. То есть для мелких ключей тут плюс-минус 2,5 обычно питание, ну или от 0,5 вольт, смотря как мы его питаем. А для более крупных ключей, которые здесь вот в сойках, у них питание там вплоть до 18 вольт. Здесь есть еще одна перемычка, которая, точнее, здесь есть две перемычки. Одна из них позволяет включать и выключать ключ, то есть подавать на него управляющее напряжение и убирать его. Вторая перемычка служит для перевода вот этого усилителя в режим повторителя. То есть я подавал сюда напряжение, допустим, 100 милливольт, а дальше проходил напряжение через ключ и на выходе сигнал я усиливал до 1 вольта РМС, чтобы подать его на звуковую карту. И какое бы сюда напряжение не подавал входное, я его всегда подгонял на выходе под 1 вольт РМС. Это позволяет, на мой взгляд, сделать более равные условия по тестированию для разных уровней сигналов, потому что сигнал на входе звуковой карты не будет тонуть в шумах, то есть сигнал на входе звуковой карты будет всегда одного и того же уровня. При этом, конечно, есть небольшие вносимые искажения самим усилителем, но они настолько ничтожны, что я им пренебрег, они заметны только при максимальном усилении этого усилителя, то есть когда я подаю 100 милливольт и усилю в 10 раз до 1 вольта. В таком случае там совсем незначительно поднимается коэффициент нелинейных искажений, но это совсем незначительно. Так вот, протестировал я их все, получил довольно интересные результаты. Еще раз повторюсь, можно с ними ознакомиться в статье на сайте, дам ссылку. А сейчас я хочу показать небольшой такой опыт. У меня здесь собрана точно такая же плата, с единственным отличием. Здесь нет возможности ослаблять сигнал и нет возможности усилить сигнал. То есть здесь просто повторитель на входе, повторитель на выходе. Есть вот такой вот еще один картридж, в котором на самом деле включен вот точно такой же ключ 2G66 или 2G66, как удобнее будет. Просто немножко по другой схеме. И вот давайте я покажу, что из этого можно сделать. Да, тестируется это все, точнее питается это все от моего dcdc преобразователя на 5 ватт, который из входных 5 вольт делает на выходе двухполярное напряжение плюс-минус 12 вольт. Сам преобразователь изолированный и здесь он у меня в таком, скажем так, оголенном виде присутствует, но это не суть. Здесь дальше стоит небольшой фильтр для того, чтобы качественно отфильтровать оставшиеся там помехи на выходе этого преобразователя. И все это, собственно, питает эту схему. Давай сейчас я все подключу и мы посмотрим на спектр. Входной сигнал я подаю с своего ЦАПа, который имеет довольно низкие искажения. У меня вот здесь вот есть картридж с перемычкой, который просто замыкает вход, точнее выход первого каскада с входом второго, то есть в отсутствие переключателя. И искажения, все вот это вот лабораторные установки, скажем так, составляют 0,0015, 16,17. Вот в таких пределах немножко иногда плавает процентов коэффициентной линейной искажения, то есть это довольно мало. И все эти ключи, скажем так, имеют искажение выше, чем это значение, поэтому вполне можно с таким стендом тестировать. Итак, для начала я сюда воткнул перемычку, чтобы показать собственные искажения вот этого измерительного стенда. Давайте сейчас я воткну мультиметр на вход и посмотрим, какое здесь у нас входное напряжение. Входное напряжение составляет один вольт. Ремос. То есть мультиметр размеряет среднекоутактическое значение, поэтому здесь у нас один вольт. На выходе у нас присутствует тот же самый один вольт, с копейками. При этом на спектре вы можете видеть, давайте я включу усреднение, и где-то примерно около 20 обычно измерений я провожу, то есть усредняю по 20 измерениям. На гармонику 50 герц не обращать внимание, она тут наводится из всего вокруг, поэтому это не страшно. Вот, то есть мы получили довольно чистый спектр, здесь есть какие-то небольшие помехи, но в целом коэффициент нелинейных искажений составляет здесь 15, сколько здесь, сто тысячных процентов. Вот, то есть это собственные шумы, скажем так, и собственные искажения нашего стенда. Теперь давайте я извлеку картридж с перемычкой и вставляю сюда картридж вот этот, который немножко хитрый. Точнее, сам картридж-то не хитрый. Вот, то есть сейчас включен между первым и вторым каскадом ключ 2G66. Вот, и давайте я сейчас запущу еще раз измерение. И мы видим, какой большой лес гармоник имеет этот самый ключ. Давайте сейчас дождемся, когда дойдет до 20. Ну вот, то есть коэффициент гармоник здесь составляет шестьдесят шесть тысячных. То есть там у нас было пятнадцать ста тысячных, сто тысячных, а здесь шестьдесят шесть тысячных. То есть на пару порядков даже больше. Стало больше. Ну и видно, какой здесь лес гармоник. То есть самая высокая вторая гармоника выше минус 80 дБ. То есть это довольно много. Причем нужно не забывать, что уровень входного сигнала здесь тоже не 0 дБ, а минус 11,7. То есть по факту всю эту картинку надо сместить вверх до нуля на 11,7 дБ. И вторая гармоника будет еще выше. Но не суть. Подсчет производится относительно вот этого уровня. Подсчет вот этих гармоник. Поэтому конкретный уровень первой гармоники нам здесь не важен. Нам важно вот это число. А теперь давайте я возьму вот этот проводок. Надену на этот вот пин, который у меня здесь торчал. И мы сейчас выполним измерение еще раз. Опа. И вот вы видите, какая произошла магия. То есть весь тот лес, который у нас здесь был, он мгновенно, скажем так, исчез. И по коэффициенту нелинейных искажений мы вернулись к практически тому же состоянию. То есть у нас там было 15 число, здесь 16. Ну, не суть. То есть сам стенд может давать и 15, и 16, и иногда даже 17. Поэтому все, что ниже 20, 100 тысячных, это можно считать, что искажение самого стенда. То есть весь тот лес, который здесь был, он мгновенно ушел. То есть я всего лишь подключил вот этот проводок. То есть вопрос, а как это вообще работает? Что здесь происходит? А что именно здесь происходит, давайте я покажу на экране. Есть такой журнал, который выпускается компанией Texas Instruments. Называется Analog Application Journal. И попалась мне вот такая статья. Уменьшение искажений аналоговых КМОП-ключей. То есть здесь рассказывается, что есть вот такой аналоговый ключ. У него вот обычное сопротивление открытого канала меняется по нелинейному закону. Собственно отсюда и берутся нелинейные искажения при прохождении сигнала. То есть ваш входной сигнал меняется в плюс и в минус. И из-за изменения этого сигнала меняется сопротивление ключа. То есть оттуда возникает нелинейное искажение. Ну и стандартный способ включения. То есть повторитель на операционном усилителе, ключ и нагрузка. То есть вот это типовое включение. При этом мы получаем... Здесь расчет идет. Мы получаем вот такой вот, скажем так, лес гармоник. Собственно то, что мы с вами наблюдали на моем примере. И здесь предлагается сделать следующую хитрость. Включить ключ в цепь обратной связи этого повторителя. То есть взять сдвоенный ключ. Через один ключ будет проходить прямой сигнал. А через второй точно такой же ключ будет проходить сигнал обратной связи. И из-за того, что это нелинейное сопротивление ключа будет включено в цепь обратной связи. То есть в петлю обратной связи. Она, эта обратная связь, нам эта нелинейность компенсирует. И в таком случае мы получаем чистенький спектр. Собственно опять же, точно так же мы видели на моем примере. То есть что я сделал на своем макете. Я подключил вот этот ключ, второй ключ, к цепи обратной связи. То есть у меня там стоял повторитель вот такой же. И я вот эту цепь замкнул. То есть замкнул второй ключ в цепи обратной связи. И мы получили поразительный, скажем так, результат. Здесь есть еще один резистор, который необходим для случая, когда у нас ключ выключен, то есть находится в нижнем положении. И петля, оказывается, будет разорванной, если у нас не было этого резистора. То есть операционный усилитель станет компаратором. И чтобы этого не происходило, мы замыкаем цепь обратной связи резистором. Когда у нас ключ замыкается обратно в верхнее положение, этот резистор оказывается, по сути, закорочен этими двумя ключами. И не оказывает никакого влияния на нашу схему. То есть вот такие поразительные результаты можно получить с помощью такой вот схемотехнической магии, как я ее называю. Возможно, эти знания окажутся кому-нибудь полезными. Подробный отчет о тестировании этих ключей, я напомню, в третий раз уже за это видео, можете посмотреть на моем сайте. Я старался. То есть, да, тут, скорее всего, можно взять каждый из этих ключей, сколько бы они искажений не имели. Скорее всего, вот такая вот хитрая схема все это умножит на ноль, скажем так, и все сведется к очень низким искажениям. Но мне было интересно посмотреть именно собственные искажения ключей, и там получились довольно интересные результаты. То есть ключи я брал довольно дешевые, ну, за исключением вот этого. Остальные все стоят ниже, ну, скажем так, 50 рублей за ключ, или иногда даже за пару. И оттолкнулся от цены непосредственно реле. То есть реле обычно стоит где-то в районе 50 рублей, вот все, что ниже, я пытался тестировать. То есть искал замену. На самом деле замену можно найти и без вот этой вот хитрой схемы, но с ней будет все гораздо лучше. Спасибо за внимание. Такое вот небольшое сумбурное видео получилось. Подписывайтесь, комментируйте. Пока.